Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 3 октября и давайте посмотрим, что у нас произошло за прошедшую неделю и какие тенденции у нас на текущий момент есть на финансовых рынках. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция на ослабление сохраняется, пара движется по нисходящей и на текущий момент мы видим сегодня открытие уже дня. Мы торгуемся ниже предыдущей торговой сессии, сессии, которая была в понедельник, что пока подтверждает продолжение тенденции нисходящей. Ближайшая цель по движению это область 1.1657 и вблизи данных уровней мы можем уже получить подтверждение на возобновление покупок, то есть на восстановление уже тренда восходящего. Но это произойдет не ранее, чем пара сможет обновить максимальное значение предыдущей торговой сессии. На текущий момент это отметка 1.1815. Пока остаемся в тенденции нисходящей. Пара британский фунт, американский доллар также продолжает свое снижение. На текущий момент торгуемся в области минимальных значений, которые мы видели вчера. Было обновление минимальных значений, что в свою очередь также подтверждает на текущий момент тенденцию на ослабление британского фунта. И на текущий момент ближайшая цель по движению это область 1.3157. Также вблизи этих уровней уже мы можем увидеть завершение коррекционного нисходящего движения и возобновление уже покупок. Пока цель для преодоления, чтобы мы могли уже рассуждать на тему возобновления покупок, это преодоление максимальных значений предыдущей торговой сессии. Область 1.3403. То значение, которое мы можем отметить на текущий момент. Пара американский доллар, японская иена. После преодоления максимальных значений, которые мы видели 29 сентября, которое произошло в пятницу, мы вновь вернулись уже к покупкам, то есть к коррекционному восходящему движению по данной паре. И на текущий момент оно остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 112.44. Это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Ближайшая цель по восходящему движению находится в области 114.42. Именно туда сейчас пара и стремится. Конечно, первая цель это преодолеть максимум в области 113.25, а уже после этого двигаться дальше на 114.30. Пара австралийский доллар, американский доллар также на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Торгуется вблизи области поддержки минимальные значения, которые были вчера. Были попытки уже уйти ниже этого уровня сегодня, но пока полностью преодолеть его не смогли. Но именно сейчас эта тенденция сохраняется. Если говорить о возобновлении покупок, то они смогут быть актуальны только после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера. Отметка 78.47. Пара американский доллар, канадский доллар также продолжает свое восходящее движение. На текущий момент торгуемся выше максимальные значения, которые были вчера. Точнее сегодня уже их обновляли. Доходили до отметки 1.25.38. И на текущий момент ближайшая цель по восходящему движению находится в области 1.26.66. Напомню, что пока данное движение, данное восходящее движение является коррекционным в рамках более крупного, более долгосрочного тренда. Если говорить о возобновлении продаж, то только после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, отметка 1.24.67. Пока приоритет остается краткосрочным покупком. Пара евро-фунт также после преодоления максимальных значений, которые мы видели 28 сентября, которое произошло 29 сентября, продолжает двигаться в восходящем тренде. То есть евро растет против британского фунта. На текущий момент ближайшая цель по движению – это уйти выше максимальных значений, которые мы видели вчера. Отметка 1.88.66. Именно туда сейчас пара и стремится. Если говорить о возобновлении продаж, то только после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, это отметка 1.88.01. Золото продолжает снижаться. Ближайшая цель на текущий момент – это преодолеть, во-первых, область 1.267 долларов за тройскую унцию, а уже после нее двигаться дальше на 1.251. Тенденция, нисходящая, по золоту сохраняется. Возобновление покупок может быть актуально только после преодоления максимума, который мы видели вчера – отметка 1.280 долларов за тройскую унцию. И тогда мы можем увидеть следующий импульс движения уже на 1.313 и далее на 1.357 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent также после начавшегося нисходящего движения, которое мы видели 27 сентября, продолжает снижаться. Находится в рамках часового таймфрейма в нисходящем тренде. И ближайшая цель по уже внутреннему новому движению – это уйти ниже отметки 1.5778, закрепиться за этим уровнем и дальше двигаться уже на 1.5480. Если говорить о возобновлении покупок, то только после преодоления максимума, который мы видели вчера – отметка 5707. По индексу DAX сегодня выходной, индекс DAX не торгуется, поэтому к нему мы вернемся уже к нашему обзору и разберем его завтра. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите комментарии к этому видео и увидимся уже завтра. Всем хорошего торгового дня и до свидания.